О каких скрытых функциях автомобиля вы никогда не слышали? В большинстве современных машин все под капотом окрашено в разные цвета. Так легче понять, что нужно контролировать между обслуживанием. Например, масломер, колпачок масленки или охлаждающую жидкость. Вы можете проверить тормозную и омывающую жидкости. А все, что окрашено в серый или черный, предоставьте механикам. Вы когда-нибудь видели светящуюся снежинку на приборной панели автомобиля? Нет, это не признак того, что скоро Новый год. Это датчик, который показывает температуру окружающей среды. Он активируется и загорается, когда появляется предупреждение о резком падении температуры. Иногда это сопровождается звуковым сигналом или сообщением на приборной панели, чтобы предупредить вас о том, что дорога может обледенеть, поэтому вы можете снизить скорость или при необходимости поменять шины. Во многих автомобилях есть дополнительные функции для лета. Например, солнцезащитные козырьки. Может быть, в вашей машине есть такой бонус? Всем известно, что козырьки поворачиваются, чтобы помочь водителю, когда солнце не светит спереди. Но некоторые могут выдвигаться и создавать тень побольше. Если ваш солнцезащитный козырек так не умеет, есть простое решение. Купите удлинитель. Его легко найти в интернете. Просто прикрепите его к козырькам или окнам для лучшего затемнения и видимости. Поговорим о домашних секретах. Например, вы можете неправильно пользоваться лотком для приготовления кубиков льда. По правилам нужно заполнить лоток таким образом, чтобы сверху остался слой воды. Благодаря этому вы сможете быстро достать лед из лотка. Верхний слой просто треснет при скручивании. И вскоре у вас в руках окажется чудесный прохладный напиток. Если температура в вашей духовке слишком высокая или вам нужно приготовить блюда, которые требуют контроля температуры, есть простой способ это отрегулировать. Ручки от вашей духовки должны поставляться с винтами настройки на обратной стороне. Выдвиньте пластиковую ручку и отрегулируйте ее по своему усмотрению. Только перед этим не забудьте отключить духовку от источника энергии. А вы знаете, что общего между плитой и автомобилем? К обоему можно заглянуть внутрь и посмотреть, нужно ли их почистить. Если вы внимательно посмотрите на верхнюю часть кухонной плиты, то увидите две петли, которые расположены сзади по углам. Их можно легко поднять и очистить накопившуюся грязь. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему клей не прилипает к верхней части бутылки? Вообще все зависит от типа клея, но если просто, там нет воздуха. Клей ПВА состоит из воды и полимерных молекул. Когда он заканчивается, вода испаряется и остаются только липкие полимеры. А вот с суперклеем все наоборот. В нем есть химическое вещество, которое затвердевает при взаимодействии с парами воды в воздухе. Знаете ли вы, что в Microsoft Word есть функции, которые вы можете использовать для ссылок и создания библиографии? Это помогает отслеживать информацию и автоматически форматирует ее нужным образом. Если вы любите комнатные растения, есть простой способ выяснить, нужно ли их поливать. Воткните палец в их почву. Так вы быстро поймете, в каком она состоянии. Если палец уходит в почву на 5-7 см, и вы чувствуете, что она сухая, растение нужно полить. Эта хитрость лучше работает с маленькими растениями в горшках из-за ограничений глубины. Конечно, перед этим лучше внимательно изучить потребности растения с точки зрения полива и солнечного света. И будьте осторожны, чтобы не повредить корни. Признайтесь, одни вещи вы носите постоянно, а другие просто лежат в шкафу и ждут, когда же вы их выбросите. Есть простой способ понять разницу. Для начала нужно повернуть все вешалки задом наперед. Если вы в настроении для чего-то большего, можно приклеить на них изоленту и написать даты покупки конкретной вещи. Ну а дальше все понятно. Каждый раз, когда будете надевать ту или иную вещь, переворачивайте вешалку. Через 6 месяцев или год все вещи, которые вы так и не надели, нужно отдать на благотворительность или в комиссионный магазин. А еще на вешалке в шкафу можно развесить шарфы. Они не будут мяться, и вы сможете видеть, какие шарфы вы носите довольно часто, а какие пылятся на полках – без дела. Если вы хотите освободить место в шкафу, особенно когда меняется сезон, купите несколько вакуумных пакетов для хранения. Вам просто нужно будет сложить одежду или, например, постельное белье или одеяло и положить их в пакеты. Включите пылесос, присоедините насадку к застежке и удалите из пакета весь лишний воздух. Это поможет уменьшить место, которое занимает одежда, сохранить ее чистой, сухой и защитить от моли. Если у вас есть пустая корзина и вам не очень хочется ее выбрасывать, всегда можно использовать ее как классную лампу. Лучше всего для этого подходят плетеные корзины. Нужно вырезать небольшое отверстие на дне корзины и поместить туда подвесной светильник. Если вы хотите лампу определенного цвета, можно раскрасить корзину вручную или использовать аэрозольную краску. А еще в банках из-под печенья можно хранить шарики для сушки белья, да и вообще что угодно. Кстати, салфетками для сушильной машины можно вытирать пыль с компьютеров, ноутбуков или телевизоров. На технике обычно скапливается много пыли. Салфетки для сушильной машины предназначены для снижения статического электричества, поэтому не только удаляют пыль, но и препятствуют ее оседанию в течение долгого времени. Также эти салфетки помогут справиться с волосами, если прическа не хочет принимать нужную форму. Они справятся даже с самыми непослушными волосами. Просто проведите салфеткой от корней волос до кончиков и будете удивлены. Если вам нравится определенное мыло и вы хотите сохранить его запах на одежде, возьмите один кусок и сделайте из него освежитель. Заверните мыло в ткань, а затем положите в шкаф. Теперь ваши рубашки будут пахнуть изумительно. А еще можно сэкономить на кондиционере для белья. Не знаю, какая стиральная машина у вас, но моя любит попрыгать. Если ваша машинка намеревается сбежать из дома во время отжима, это происходит потому, что она плохо прикреплена к полу. К счастью, большинство современных стиральных машин можно отрегулировать самостоятельно, поскольку они поставляются с парой ножек. Нужно немного приподнять машинку, тогда спереди выпадут ножки. Их можно отрегулировать до нужного уровня, и ваш агрегат будет стоять ровно. Субтитры создавал DimaTorzok